Привет и намаса, друзья! Всем привет! Мы снова на Калалевкустная Индия. С вами Ирина. И Амир. И, друзья, как ваши дела? И у нас всё отлично, потому что сегодня у нас хорошая погода. Очень солнечно, очки наденут, потому что прям вообще глаза закрываются из-за солнышка. И очень тепло, друзья. И сейчас мы приедем в одно хорошее и современное место называется Aero City. Оно прям неподалёку от аэропорта. И здесь есть современные гостиницы, кафе, ресторанчики. Можно прогуляться. Всё чисто, красиво, цивилизованно. Ну, так сказать. Да. И мы сюда очень давно не приезжали. Наверное, около года, да? Да. Вот сегодня тоже решили сюда приехать, потому что у нас такая небольшая встреча с нашими давними друзьями. Мы их тоже давно, кстати, не видели. И надеюсь, они не будут против. Мы тогда покажем их в нашем видео тоже. Познакомитесь. Сейчас народу здесь немного, потому что в основном люди приходят сюда в субботу, воскресенье, либо же ближе к вечеру. Хотя сегодня выходное, но мы проснулись очень рано с Амиром. Для нас это рекордное время – 10 утра. Поэтому и народу, соответственно, очень мало. Но посмотрите, какая красота, чистота. Это современная, конечно же, часть города Дели. Волдмарк. Вот. Но здесь у них бывают проблемы с тем, что не разрешают снимать. Не важно, на камеру, на телефон, хоть на что. Снимаете, значит, входить нельзя. Съемка почему-то не разрешается здесь. Ну, в любом случае, попробуем рискнуть. Друзья, познакомитесь, это наши друзья. Это Криши и Арчина. Привет. 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 Они тоже знают чуть-чуть русский язык. И Арчина очень любит изучать новый язык. Она знает четыре? Три? Три языка. Три? Четыре? Четыре. Французских француз. Ано не много знаю. А Кришини знает пять языков. Кришин лучший человек. Друзья, мы давно не видели, может быть,った наше висит висит в Иску один год назад. Один год назад? Один год назад. Один год назад? Один год назад, я думаю. Нет? Нет, в этом году. Феврюарий? Один год. Один год назад назад. Да, потому что они очень заняты, очень занятый человек. Надо спрашивать, когда они есть время. Ну ладно, сегодня будут проводить хорошее время вместе и поговорим немного. Эта территория Волдмарка не очень большая, но можно прогуляться хорошо. Конечно же, здесь есть и зеленая зона, и фонтанчик. Мы сейчас решили пройти в кафе, перекусить, потому что никто не завтракал, ни они не позавтракали, ни мы. Так выглядит это место. В принципе, в таких цементных джунглях небольшой зеленый уголок. Приятно. И, конечно же, здесь поддерживается чистота, красота. Очень много магазинов, супермаркеты внизу. В основном все магазины и супермаркеты находятся внизу, а наверху, получается, где мы идем, здесь у нас только кафе и рестораны. О, готовится уже к празднованию Рождества, Нового года. Санта-Клаус стоит. Украсили немножечко различными гирляндами. По другую сторону Волдмарка есть небольшой амфитеатр. Иногда здесь выводят экран и показывают фильмы на нем. Решили посмотреть еще одно кафе. Оно называется Social. Оно в такой тематике самолета, аэропорты. Посмотрим, что здесь есть. На бординг. На борд. Сейчас посмотрят, они решат. И где-то присядем либо здесь, либо в другом. Кафе называется Форзи Кафе. А это называется Social. Мы здесь, кстати, еще никогда не были, но и Криши Сорчиной тоже еще здесь никогда не были. Так что вот. Здесь всегда дежурит бригада скорой помощи. Мало ли, вдруг кому-то плохо случится. Вон, видите, стоит припаркованная машинка. Так что все здесь схвачено. Рассмотрели меню, поэтому решили присесть здесь. Посмотрите, какая атмосфера. Будто бы вы собираетесь на борт самолета. И сейчас где-то в аэропорту гуляете, перекусываете. Да, интересно. О, проводили нас в другой уголок, да? Простите, пристягивайте ваши ремни. О, посмотрите-ка. Из металлических щитов сделали столы. Даже иллюминатор повесили. Будто бы иллюминатор. Необычно. Очень интересное место. Интересно очень. Друзья, мы первый раз пришли в это место. Очень другой вариант. Они сделали атмосферу здесь. И смотрите, это другой столь. И они тоже дали это туалетная бумага. Это салфеток, да? Это как... Как газета. Как газета, это меню. Кстати, цены очень даже дипократичные. Да, цены очень невысокие. Нормальная цена. И они есть уличная еда здесь. И другой вариант. И... А вот самый главный вопрос. Почему индийцы не хотят жить в Индии? И это чай я заказал. Это индийский масала-чай. И здесь написано cutting. Cutting... Маленькие стаканчики. Маленькие стаканчики значит... Чай со специями. Чай со специями. С маленькими стаканчиками, да? Да. Это... Самоса. Это новый вариант. Осамоса. Осамоса. Там чайные какие-то новые, да? Это срирача. Это green apple. Зеленые яблоко. Зеленые яблоко чайные. Необычные варианты для самосы. Ну, и внутри там начинка как пицца, да? Ой. Да. Очень тяжелая тарелка, другая. И я буду есть все. Все будешь есть, надо поддерживать. Да. И это хрустящий... Осамоса, как они называются. И внутри написано это сыр. Сыр и лук. И не знаю, что еще. Очень горячий. И это лучше с... Это с чили, может быть. Нет, это не с чили. А Чина сказала, что это с яблоком. Я попробую сейчас в это соус. Это зеленые яблоки. Да, это не картошка. Горячо? Что там внутри? Мне кажется, там грибы, да? Да. Дай-ка, другой вкус. Грибы есть, сыр есть. Не знаю, что еще. Это очень горячо, друзья. Но тесто хорошо, очень хрустящий. Да, мне нравится, друзья. И это другое блюдо мы заказали сегодня. Называется это вода пау. Это как бургер. Внутри есть картошка. Жареная. И красиво. Открыт это. Бау, это как булочка? Это бау как булечи. Ааа, это мягкое тесто, да? Да, мягкое тесто. И там картофельная котлета, да? Жареная картофельная котлета, да, внутри. И, конечно же, соус. А соус написано, что из майонеза, еще какой-то. Это майонез с мастер. Смотрите. С френч фрай, из жареной картошки. Они дали. Не суток, не имею. А, это чеснок и майонез. И что еще? Чеснок и майонез. Хорошо. Да. Попробуй, киши, гай. Необычный вариант. Соус вкусный. Вкусный. Хорошо. Хорошо. Если он сказал хорошо, значит это хорошо. Криша, тебе что нравится больше, картошка или рис? Картошка. Картошка. Картошка, а тебе? Картошка. Картошка. Ну вот, а все думают, что в Индии люди предпочитают рис. Никто даже не верит, что в Индии очень любят картошку. Мы картошка любят человека. Картошка любят человека. Картошка любят человека. Да. Ну ладно, друзья. Сегодня мы думали давай, потому что наши друзья, они уже жили немного год в Америке. И сейчас они в Индии. И это правда, друзья, что много индийцев не хотят жить в Индии. И почему они хотят жить в иностранных странах? В другой стране, да. Ребята, у нас уже следующий день, потому что видео, которое мы снимали в вечер, оно у нас не получилось хорошо. Ну как нехорошо получилось, пришли домой после встречи с друзьями, перекинули все на компьютер, чтобы смонтировать видео. И у нас на каком-то, в какой-то момент просто не было звука. То есть видео идет, картинка идет, абсолютно никакого звука. Ни капельки, ни того, что мы разговаривали, ни то, что мы небольшое интервью взяли у друзей. Кстати, у нас была интересная тема. Ничего не записалось. А глупо же показывать просто картинку, как мы разговариваем, открывая рты, и потом как бы голосом накладывать на эту картинку. Ну, мне кажется, это абсолютно не подходит. Поэтому, ну что поделать. В общем, видео у нас только наполовину вышло. Очень жаль. Получается, что наши микрофоны, которые мы подсоединяем к нашей камере GoPro и к телефонам, то ли соединение где-то там, я не знаю, не хорошо соединяется, то ли сами вот эти вот аппаратики, как это называется? Receivers. Receivers, да. В общем, то ли эти сами микрофоны не работают иногда, то есть дают сбой. У нас как-то было так, что мы записывали видео, когда я монтировала, там звук, ну, как какой-то пи-пи, такой писк шел вместо моего голоса. Я думаю, как так? Ну, ладно, это было несколько там секунд, я могла вырезать эту часть видео и все. А это вообще никакого звука нет. Ты, то есть, не вырежешь, ни аудио другое не наложишь, вообще ничего. Ну, думаю, надо же. Записывали, записывали для вас видео, а получается, что вот так. Да, это правда, друзья, техника не всегда хорошая работа. Мы провели хорошее время вечера и думали, наше видео будет очень красиво получилось. Будет очень интересным, познавательным для вас, новая информация от новых людей. Ну, вот так. То есть, как говорится, доверяй, но проверяй. Иногда мы перепроверяем. А, хорошо, записалось, нет. Но это как-то даже не пришло на ум, то, что нужно перепроверить, а хорошо ли записался звук. Сейчас будем знать. Вот сейчас мы записываем без микрофонов, то есть, просто звук идет на GoPro. Напишите, кстати, вас устраивает такой звук или нет. Если устраивает, мы пока что не будем использовать эти микрофоны беспроводные. Потому что, бедать, нам нужно будет заказывать новые, покупать новые. Потому что не хочется, что пойдешь куда-то, даже поедешь, может быть, куда-то, какие-то достопримечательности снимешь. А кажется, что у тебя звука никакого не будет. Ну, то есть, не хочется, чтобы тебя твоя аппаратура подвела. Ну, ладно, друзья. Оставайся с нами. Скоро будем снимать новые хорошие видео для вас. Сейчас, в этот раз, будем обязательно проверять наши микрофоны. А лучше, если вас устраивает такой звук, мы их пока что использовать не будем. Будем использовать тот микрофон, который уже встроен либо в телефон, либо же в GoPro. Ну, и на будущее придется, конечно, менять наши эти беспроводные микрофончики. Что поделать? Ну, ладно, конечно, расстроилась немного из-за того, что не смогла поделиться тем видео для вас. Ну, ладно, бывает всякое. И увидимся скоро, друзья. Мы вас очень любим. Ладно, всем привет из Индии, друзья. И пока!